Приветствуем вас, друзья! Киев находится в локдауне, жесткий карантин, транспорт не ходит для большинства людей, поэтому мы понимаем, что в эту субботу не все смогут быть в церкви и не все смогут участвовать в богослужении во всей полноте, как мы хотели. Поэтому мы решили с Виктором Стефановичем записать для вас, в первую очередь для вас, друзья, наши братья и сестры из храма на Подоле, сегодняшний урок субботней школы, вот в таком необычном формате, поговорить о сегодняшней теме. У нас, как мы уже говорили, новый квартал начался, посвященный заветам и обетованиям, и сегодня у нас будет новая тема, мы бы хотели вместе ее обсудить, я думаю, что эта беседа будет вам интересна. Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях обязательно, если вам понравился такой формат, то также напишите, поддержите нас, мы будем знать, что вот в таком формате мы дальше будем развиваться. Ну и сейчас мы, наверное, начнем наш урок с молитвы, помолимся и будем исследовать эту тему. Давайте помолимся. Боже, мы благодарны Тебе, что даешь нам возможность изучать Библию, благослови наш диалог, чтобы он мог быть в русле, для того, чтобы нам увидеть Тебя больше, услышать о Тебе больше и познавая Тебя, приближаться к Тебе. Просим во имя Христа, благослови, аминь. Аминь. Ну, друзья, мы с вами исследуем тему завета, и сегодняшний наш урок так и называется «История завета». То есть я, как понимаю, Витя, что… Мне вообще очень понравился этот урочник. Я давно не был в таком восторге, потому что мне нравится, как автор очень четко все структурировал, и очень все понятно, друзья, реально очень понятно. Да, легко понимать, когда все идет по плану, а когда… Ну, автор богослов такой хороший. Да, доктор Хазов, очень известный богослов, и мне понравилось, что он в самом начале нам сказал, что сегодняшний наш урок – это как бы обзор вообще целого квартала. То есть то, что мы будем в течение квартала изучать, вот мы сегодня за один урок как бы поймем главный принцип. Поэтому, друзья, нам сегодня важно для себя уловить главный принцип завета, который мы с вами будем… который сегодня откроется, и увидим историю, как завет Божий проходит, тема Божьего завета проходит на протяжении… Основных героев у нас будет Ной, у нас будет Авраам, у нас будет Моисей, и мы уже будем говорить о новом завете. Видите, вопрос такой. Совет. Вот давай сейчас просто абстрагируемся от всего, что мы знаем. Слово «завет», ассоциация у тебя. Вот первое, что приходит на ум? Ну, наверное, свадьба, завет между мужем и женой. Ну, у меня это первое. Как бы если не брать библейскую тему, то когда ты стоишь под венцом, тебя спрашивают, готов ли ты до смерти, да, готов, любишь ли ты. Еще до конца не знаешь, действительно ли готов ты до смерти или нет. И потом какие-то моменты, которые ты должен исполнить, то есть прожить всю жизнь со своей женой. То есть, ну, завет у меня это ассоциация. Наверное, у нас это с тобой пасторское, да, потому что мы, с одной стороны, еще много венчаем, и ты постоянно видишь этот момент, когда люди, два человека стоят друг напротив друга. Так же у нас проходит церемония. Молодой и молодая держат друг друга за руки, да, вот мы, ну, я кладу Библию на их руки, вот, и они дают обещания друг другу, дают это обещание, вот, и потом мы уже смотрим, как проходят годы, и мы смотрим, насколько они выполняют это обещание, насколько они находятся в завете. Ну, возможно, какие-то еще договора, там, сделки какие-то, ты заключаешься, ты там пишешь определенные условия, потом их выполнение, ну, бывают моменты, когда ты подписываешь такие бумаги, поэтому тоже может быть вторая ассоциация такая. Договорный, да? Ну да, с кем-то там, ты какой-то заключаешь с фирмой договор, и поэтому приходится подписывать подобные бумаги. То есть мы для себя, друзья, поняли, да, что завет – это всегда, когда есть две стороны. То есть то, что мы должны запомнить, у нас будут две стороны, и Библия нам будет показывать, что сторона завета – это будет одна сторона, это будет всегда Бог, всегда будет Бог, вторая сторона завета – это будет народ, и потом будет человек, да, то есть мы будем уже, так же, как лично каждый персонально, вступают в завет Господь. Тут, наверное, ярко выражены взаимоотношения, то есть завет – это четкое определение, что должны произойти взаимоотношения между одной и второй стороны. они должны строиться на верности то что если мы с тобой договариваемся то мы должны дойти как бы до конца выполнить эти условия то есть это определенное начало условия ты потом понимаешь что дальше идет диалог и надолго взаимоотношения какие-то слово завет на еврейском берет у нас звучит она у нас будет впервые упоминаться в связи с ноем мы к этому сейчас подойдем да но что она означает я думаю что вы друзья если смотрели урочник да то вы видели что означает завещание и означает последняя воля вот опять же давай посмотрим когда это использовалось то есть мы можем увидеть предысторию появления слова берет завет то есть чем это было связано это завещание и последняя воля ну да наверное когда завещание это у нас понимание что вот у тебя какое-то наследство и нужно кому-то передать у тебя родители или это ты кому-то предыдущили твои родители умирают и они пишут завещание хотя завещание многие делают заранее задолго то есть тоже s пониманием что это переходит тому тому и как бы это серьезный документ получается завещание эти серьезные документы и с пониманием что у тебя какое-то будет материальное благословение впоследствии помнишь Мы с тобой видим, когда Иаков уходит, берёт с собой их жён и уходит уже к себе на родину, то с Лаваном он будет также вступать в завет. И там, помнишь, будет вступать в завет, и там отец будет требовать, чтобы было выполнено условие, что он не возьмёт других жён себе. То есть тоже, видишь, этот момент, завещание есть, они вступают в определённый договор. Последняя воля Лавана, и она будет звучать в том, что последняя воля, чтобы он больше не брал жён, и что только эти его... То есть он хочет обезопасить, зачем завещание? Обезопасить наследника, обезопасить имущество, чтобы оно осталось именно в этом роду у этих детей, а не перешло кому-то другому. И поэтому Берит у нас становится моментом, это и защита, и безопасность, и в то же время это какое-то благословение. И тут, наверное, клятва какая-то. Тут ещё такой момент клятвы. Они поставят тогда камень, помнишь, гору насыпят, как видимый знак, видимый знак того, что вот завет произошёл. Друзья, мы тогда вот подходим к тому моменту, когда мы должны поговорить, из чего состоит завет. И мы с вами узнали, что завет имеет как бы три стадии. Давай вот напомним нашим друзьям три стадии завета. Первая мы видим, это у нас обещание. Обещание. Обещание, то есть давай мы прокомментируем. Ну, наверное, это то, когда только начинается, вот что-то такое, обещает один, обещает второй. То есть это начало, начало последующего исполнения этого завета. Ну, то есть обещание. Ну, если мы возьмём... То есть это какой-то ритуал надо совершить, слова произнести. Я думаю, что если мы возьмём такой же момент с молодожёными, то помнишь этот момент, именно когда вот они стоят друг на друга, и они дают это обещание друг другу. Я обещаю, сейчас вспомню эту формулу, как она у нас звучит. Ну, это начало завета, скажем. Да, 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 где они говорят о том, что... И в горести, и в радости. И в горести, и в радости, обещаю, да, не думая о других, посвящая всю жизнь тебе, да, то есть они здесь происходят. Причём мы видим, что в Ветхом Завете это происходит с клятвой обязательно, то есть призывается именно то, чтобы это был Бог, который бы мог подтвердить это, вот, или наказать потом, или же, наоборот, благословить. То есть происходит обещание. Да, там могла быть и жертва, то есть это определённая кровь, ну, то есть это серьёзный ритуал, который они тогда... Второй принцип, то есть, друзья, первое, что мы с вами знаем, это обещание, обетование. Поэтому в Библии у нас будет часто, мы будем видеть много библейских божьих обетований, и они имеют свою суть. Почему Бог обещает? Потому что Он вступил в завет с людьми, с Божьим народом, и поэтому Его обетование – это подтверждение Его клятвы. Я клянусь, я обещаю, что я введу вас в ту землю обетованную, или приведу вас к спасению. Второй момент. Ну, второй момент – это уже мы говорим об условии завета, то есть прописываются определённые пункты, где ты чётко понимаешь то-то, 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 и то-то, то-то выполняешь, и ты должен, как бы, обещаешь потом выполнить. То есть возьмём же, опять же, для иллюстрации того же Лавана, где они прописывают, что ты за этот камень не перейдёшь, и я не перейду за ту сторону, и ещё одно условие о том, что ты не должен брать чужих других жён для моей жены, для моих жён, да, ой, для моих детей, для моих дочерей. То есть мы видим, что прописываются определённые условия договора. Да, это при свидетелях, потому что все слышат, ты это произносишь, я обещаю, он обещает, и вот мы на основании вот этого обещания, на основании этого условия дальше говорим о завете. Ну, и третий момент, который вот мы должны запомнить, это и само уже исполнение. То есть смысл, если мы прописали, смысл, если мы наговорили друг другу, но потом разошлись и… Ну, это самая длинная часть, это уже дальше жизнь, это момент исполнения. То есть мы будем видеть это в том плане, когда израильтяне, вот уже на протяжении истории, мы будем видеть, не соблюдают завет, когда они будут отступать от Бога. То есть Бог будет хранить им верность, а они в это время будут уходить к другим богам, по сути, как бы нарушая завет и не исполняя эти условия, которые они… Ну, вот здесь, конечно, удобно, наверное, возвращаться, то есть напоминать, а помнишь условия, а помнишь обещания, и вот так, чтобы вернуться, да, к тому завету, который вот в первый день, как ты заключаешься. И здесь, знаешь, что меня здесь еще волнует, вот когда мы, если бы мы так подняли тему с семейными парами, очень часто, когда в семье проблемы, и люди на грани там развода, и ты им напоминаешь об условиях, что они обещали, а люди такое делают вид, что это не имеет значения, это то, что я обещал, это вообще не имеет значения, сейчас это меня вообще не касается, но мы видим, что Библия – это очень важно, то есть мы видим, что для Бога очень важно, если дал обещание, то держи, то же самое он дает обещание, как бы повеление человеку, что если ты вступил вот в эту реку, грубо говоря, если ты уже дал обещание, то пусть свое слово будет, да, да. Да, и теперь, что очень важно, давайте мы, друзья, прочитаем два текста, чтобы мы могли вот теперь проработать с вами, как эти три принципа, вот как урок у нас построен, да, мы узнаем, что такое Завет, мы сейчас об этом поговорили, теперь мы узнали условия Завета, три пункта обетования с клятвой, условия, которые должны быть в Завете, и исполнение Завета. И теперь посмотрим на некоторых, сейчас разберем это на двух библейских текстах, а потом на наших героях, Ной, Авраам и Моисей у нас будет, да. Давайте возьмем Бытие 17.2. Давайте прочитаем. «И поставлю Завет мой между мной и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Давайте попробуем разобрать, что мы вот в этих текстах видим из того, что мы уже знали составляющая Завета. Ну, видно стороны. Видно стороны. Между мной и тобою. То есть мы видим Бога и человека. Сейчас не берем, что это, а в работу, да. Две стороны. То есть, ну, Завет может быть между двумя людьми, как говорили о бракосочетании. Кстати, ты замечаешь, здесь еще очень важный момент, статусность. В Завет вступает Бог. Человек не может вступить в Завет с Богом. То есть мы видим, что предлагает... Инициатор. То есть, да, инициатором Завета Бог, как статусный, как более высокая личность, да, и человек, который, наоборот, принимает этот Завет как преимущество, как благословение. То есть, вот, Всевышний и человек, да. Поэтому он говорит, я поставлю Завет мой между мной и между тобою. И что мы в этом стихе еще видим? Ну, и как бы интересная мысль. Весьма-весьма размножу тебя. Ну, то есть, как бы, если сегодня люди переживают о том, что у них будет много детей, и это сегодня не модно, то на тот момент количество детей, это было количество благословений, можно так сказать. Чем больше детей, тем больше благословений. Он говорит, когда я размножу тебя, то человек всегда ощущал, что это будет какое-то такое благословение и радость. Ну, я согласен с тобой, но чтобы в контексте нашего урока, да, это у нас явно обетование. Ну, обетование, да. То есть, это обещание. Ну, это благословение. То есть, Господь провозглашает, я вступаю с тобой в Завет, две стороны мы увидели, и Он говорит, есть у нас здесь условия. Ну, пока он как бы, ну, хотя можно уже тут найти, поставлю Завет между мной и тобою, и весьма-весьма разрушен. Нет, нет условий здесь. Ну, пока, да. Тут у нас есть сам призыв к Завету, и есть у нас обещание. Обещание. Давайте прочитаем 19. Причем обещание со стороны Бога только. Здесь даже не видно, что от человека требуется пока. Хорошо, давай Исход 19.5. Исход 19.5. Это уже мы берем Моисея, да? Сейчас я постараюсь быстро найти. А давай я уже прочитаю, у меня открыт. Итак, если вы будете слушаться Глаза Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим делом из всех народов, ибо Моя вся земля. Итак, если вы будете слушаться Глаза Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим делом из всех народов, ибо Моя земля и вся. То есть уже условия мы видим, если будете. Да, то есть у нас уже здесь что просматривается, да, есть условия, если будете слушаться моего и соблюдать, да, ставится он, то будете моим уделом. Опять обещание звучит, обещание, будете моим уделом из всех народов, потому что вся моя земля, то есть он дает им обещания. То есть уже как бы первый, второй пункт о том, что мы говорили, мы здесь видим. Хорошо, как это работало в Ветхом Завете? В принципе, давай вот просто, мы вспомнили Лавана, может быть еще какие-то мы вспомним. Можно даже тут Ноя взять, Моисея, Авраама. Но я имел в виду, мы сейчас это будем разбирать, но я имел в виду, опять же, это было все очень ярко видно, когда человек приходил, давай возьмем момент с храмом. Это ведь тоже человек поддерживал свой завет, всегда он основывался на крови. Ну да, приходил, приносил жертву. Приносил эту жертву. Его жертва символизировала, что он верен завету, да, что он верен завету, и он верит в обещания, которые ему дает Господь. А Господь взамен обещал ему благословение, что у него там скот будет плодиться, что у него дома будет все хорошо, и у него будет сыновья и дочери, да, то есть вот эти вот... То есть они постоянно жили в воспоминании заветов, постоянно поднимали эту тему, чтобы вот не забыть наши взаимоотношения. То есть вот эта жертва, это каждый год напоминание. То есть это не просто они там заключили и все, и разошлись на 50 лет. То есть вот этот момент, что ты живешь в этом завете. Кстати, обращающий меня, ты вот хорошо сказал, да, вот эта кровь постоянно напоминала. То есть вот то, что, наверное, у нас этого нету, потому что у нас нету жертвопереношений. Ну, даже вечеря ежеквартальные. Ну, хотя бы, да, напоминание. То есть у человека было всегда, когда приносилась кровь, она всегда напоминала, что вот это одно из важных соединяющих его с Богом, соединяющим его в этом завете, и значит, это гарантия того, что Бог исполнит свое обещание завета. Кстати, друзья, если вы обратите внимание, да, то в Ветхом Завете часто благословения завета, они были больше материальны. Ну, да. То есть, опять же, вот вспоминаем историю Анны, которая неплодная, да, и для нее это вот... Ну, это ребенок, большие стадо, да, там... И она себя чувствует, что она как бы проклята, что вот Бог ее не благословил, да, то есть вот для них это было очень существенно. Или же, опять же, мы видим, что когда Господь введет Израиль в землю обетованную, он будет говорить им об этом условии. Там молоко и мед, там сады, которые вы не садили, там, то есть он описывает дома, которые вы не строили, то есть он говорит о материальной стороне. Ну, вот даже вот мы сейчас Иова дочитываем, то, что он имел и потерял, как бы, казалось бы, он не может понять, что происходит. И друзья это, кстати, воспринимают, они воспринимают это, как нарушение завета. Ты, значит, что ты, да, сделал, если у тебя забрали... Иов, говорят, покайся, и восстанови завет, и Бог тебе вернет и здоровье, и богатство, и не поймешь, что Иов где-то он больше живет, как бы, в нашем времени, где уже не материально является ключевым условием завета, а мы говорим о спасении. Ну, да, то есть он теряет детей, он теряет имущество, дом, все, и как бы все равно он остается, как бы, с Богом, вы представляете, верен. Как бы он понимает, что даже вот эти условия материальные, на его взгляд, Бог дал, Бог взял, то есть ему кажется, что Бог забрал вот эти обещания, которые он обещал, все равно он остается верен до конца Иов, и Бог его потом благословляет еще в два раза больше. Да, это как бы исполнение обетования, исполнение обетования, исполнение завета. То есть опять возвращается к тому пониманию, какое как бы было для Ветхого Завета очень существенно. Ну, и у них еще, друзья, это был момент защиты, помнишь, это от врагов, и это было очень таким существенным, если вы нарушаете завет, то приходят враги и нападают на вас, и все вас забирают. Вот вы явно видите, что вы нарушили завет. Там даже еще такой интересный момент, он говорит, я не наведу на тебя болезни еще, тоже. Он говорит, если будете соблюдать, то есть одно из моментов враги, болезни, то есть все, что связано, такое условие интересно будет ставить. Друзья, напишите в комментарии, пожалуйста, как вы воспринимаете, вот в Новом Завете работает тоже материальное условие Завета, или они как бы уже потеряли свое значение, они только в Ветхом работают, а здесь у нас только духовные. Мы получаем какие-то дары, мы от Бога духовные, мы, главное, живем спасением, или все-таки это также как бы имеет какое-то значение. Поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях. Для нас как бы тоже важно, чтобы был с вами контакт. Ну, и давайте посмотрим, у нас есть четыре иллюстрации, которые как бы показывают этот весь исторический путь. Впервые мы увидели после грехопадения человека, когда они нарушили с Богом условия договора. Это прошлая наша тема. Да, прошлая наша тема. И теперь мы идем, такие у нас вот есть четыре героя. Ной. Вот, мы видим, что впервые слово Бейрит встречается в Библии именно в связи с Ноем. И у нас есть бытие 6.18. Но с тобою я поставил завет мой, и войдешь ковчех, ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Давай опять же возьмем тот принцип. Мы знаем три условия завета, которые есть, три принципа завета. Что здесь с Ноем происходит? Ну, как бы две личности есть, опять Бог и человек, Бог и Ной. Он предлагает ему обетование. Есть у нас здесь, да? Войдешь и как бы... Ну, мне кажется, это даже не обетование. Здесь говоришь, что это условие, ты войдешь ковчех, должен войти ковчех. Ты должен исполнить это условие. Сначала построить, чтобы войти. Построить, войти. Но и Бог говорит, я сохраню как бы тебя. Да. И в конце тут получается сыновья твои, жены твои, жены сынов твоих с тобою. То есть, если они войдут, получается вопрос определенного спасения на тот момент. Да, то есть, мы видим, это такой интересный момент происходит, что первое условие было связано с потопом. И здесь важно было... Ну, первый завет, уже здесь завет с Ноем, был связан с потопом и со спасением. И мы видим, что важности для того, чтобы это условие, завет сработал, Ноем должен был проявить послушание. И послушание проявляется в том, что он должен был сделать то, что люди того времени считали абсурдом. Но, как, наверное, сегодня многие светские люди считают абсурдом ходить в церковь, это как бы все старомодно. Но мы видим, что для Ноя это было не абсурдно, это был вопрос жизни и смерти. Он поверил в обещание Бога, он поверил в предупреждение, которое дал Господь, что будет потоп. Поверил в обещание, что Бог может спасти, а условия, если ты можешь спасти, строй-ка в человек и войди в него. Да, здесь происходит. Получается, иногда Бог что-то просит такое, что выходит из рамок твоего понимания, адекватности и так далее. Построить ковчег на тот период. Но Ной согласился. Да. Хорошо, друзья. У нас второй есть герой. Это Авраам. И вообще с Авраамом у нас очень много... Он вообще является как бы основой и как для иудейского народа в вопросах понимания взаимоотношений с Богом, и также и для христианского уже. Для христиан, он является отцом верующим, как Павел его назвал. Наверное, мы до сих пор как бы живем в завете, который еще Авраам заключил с Богом. Но можно об этом уже даже сказать. И мы видим, что в книге Бытия, в 12 главе, мы впервые видим, когда Бог поднимает вопрос завета. С ним вот у нас 12 глава, с 1 по 3 стих. Книга Бытия, 12 глава, с 1 по 3 стих. Написано. Здесь не звучит слово завет. Но как-то все понимают, что здесь уже явно видно взаимоотношения. Потому что уже сам завет у нас будет ниже. Следующий отрывочек, где Бог будет говорить, я сегодня вступаю с тобой в завет. А здесь явно видно, что он как бы или... Но это тоже как определенные условия, мы видим. Но это прямая речь Бога. Получается, Бог не просто так разговаривает человека. Если Бог заговорил человеку, то фактически ты уже начинаешь с ним заключать завет. Какие обещания здесь дает Господь, друзья? Вот если мы смотрим, то мы видим, что Он дает обещание. Произведу великий народ. Благословлю тебя. Возвеличу твое имя. То есть ты будешь известен. И это так и есть, мы сейчас об этом и говорили. Ты будешь в благословении. Ты будешь в благословении. И я благословлю благословляющих тебя. Ну и обратно, что кто тебя будет критиковать или будет плохо желать, будет защита. И вот это мессианское обещание, друзья, которое мы здесь видим, благословятся в тебе все племена земные. То, что апостол Павел скажет, что это обещание, которое будет касаться как бы через тебя, через семя твое, да, благословятся в тебе все племена земные. Уже во Христе, получается, в Новом Завете мы видим, что все люди, которые принимают Христа, они по обетованию дети Авраама, получается. И то, что Бог пообещал Аврааму, фактически мы сегодня и получаем. Ну, то есть поэтому... Но вы замечаете, друзья, если мы сейчас посмотрим, сколько Бог обещает. Великий народ ты сделаешь. Благословлю тебя. Возвеличу. Будешь в благословении. Я благословлю благословляющих тебя. Я защищу тебя, да. И в тебе благословятся все. Но мне пальца не хватает на руке. Что, сколько условий должен выполнить Авраам? Возьми просто и пойди. И пойди. Видите, когда... Я вот в прошлый раз смотрел на ту тему. Получается, когда мы говорили о дереве познания добра и зла, всего одно предписание. А когда мы говорим о возможностях Эдемского сада, ну просто ты можешь есть все. Только единственное одно. Так и здесь получается. Поиди, встань и поиди. Да, возможностей много, то есть благословений много, а условий одно. Ты просто встань и пойди. Конечно, оно не просто встань и пойди. Это же шаг веры будет. И он уже, да, герой веры. То есть я должен поверить в это Божье Слово, должен поверить и пойти. Но опять же, если мы, друзья, берем соразмерность, да, то мы видим, что часто говорят, сколько я должен для Господа пожертвовать, да, чтобы вот сколько я должен, вернее, не пожертвовать, а сколько я должен ущемить себя, да, где-то воспринимается в таком. И что же мне дал Господь? А здесь мы пока, видно, что... Не, но это только начало. Я так думаю, мы подробнее потом в следующем посмотрим. В следующих уроках. Да, по поводу сына, это вообще была проверка потом, конечно. Просто встать и пойти, это одно, конечно, непросто, но за Исаака, когда мы уже читаем... Мы видим, что уже второй момент, где Господь говорит о... вступает в завет с Авраамом, это у нас будет уже 15 глава, и там очень четко он будет говорить о том, что он вступает с ним в завет с 4 стиха. И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, когда он говорит, что у него детей нет, но тот, кто произойдет и счастлив, будет твоим наследником, и вывел его вон среди, и сказал, небо, счета и звезды, если ты сможешь счесть их. И сказал ему, сколько у тебя будет... столько у тебя будет потомкам, как звезд, да, получается, как звезд. Авраам поверил Господу, то есть дается опять обещание. Смотрите, друзья, все строится через веру в Божье обещание. Ну, получается, что... Бог не дает сразу сына и говорит, вот тебе сын, верь в меня. А он говорит, я даю обещание, Авраам верит Богу, и вот это Бог называет праведностью, да, он верит, и тогда работает дальше завет, условия выполняются. Вера теряет смысл, если человек сразу получает, а потом нет смысла верить. Ну, так, получается, было и с Ноем. В принципе, в каждом завете присутствует момент веры. Так же и с Ноем, и с Адамом, и Евой, и с Авраамом, и с моей семьей. Да, и он ему говорит о том, что я дам тебе еще эту землю, которая тебе обещается. И вот здесь интересный момент, видимый знак завета происходит, да, видимый знак. У светских людей видимым знаком завета являются обручальные кольца, да, вот. А мы видим, что, помнишь, завета, он должен был животных рассечь пополам, и должен был, это был древний обычай того времени, древний обычай, когда люди вступали в договор, когда две стороны договор производили, то они рубили животное пополам, и должны были пройти между этими жертвами, и провозгласить, что если я нарушу завет, то пусть будет со мной. Он стоит, смотрит на это животное, и если, ну да, это было просто клятва. Да, если я нарушу завет, то со мной будет, да будет, так же, как с этими животными. То есть мы видим, что Авраам понимает, что Бог вступает в завет, Бог дает ему это повеление, и говорит, что вот теперь я с тобой вступаю в договор, чтобы ты поверил, вот, вернее, не то, что я увидел, что ты поверил, и теперь я скрепляю наш договор вот этим, этим заветом. И он тут как раз нам и говорит о том, что в тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказал потомству тому, я даю землю. То есть именно в тот момент, когда вот животное, это начало завета. Да, чудесно. Ну и у нас есть, мы уже не будем читать, друзья, 17 глава, я думаю, что мы это будем отдельно изучать, когда будем Авраама, где Господь еще раз будет вступать с ним в завет, и поставит им очень классные условия. Я поставлю завет мою между мною и тобою, и весьма размножу тебя, вот, а ему дает условие, я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен. Ну, у нас пока сегодня вводная тема, я так понимаю, придется еще мы подробно посмотрим. Да, но опять же мы видим этот принцип, ходи предо мной и будь непорочен, а я, он говорит, весьма размножу тебя, да, то есть для Авраама это была очень актуальная тема. Ну, опять же, мы, друзья, отметили, да, что тема Авраама, она выходит за рамки материального благословения, то, что было для Ветхого Завета очень присуще. Она выходит за эти рамки, потому что... Хотя он был не бедным человеком, но Авраам довольно-таки богатый. Ну, наверное, для того времени это был и знаком Божьего присутствия, вот не зря, опять же, мы принимаем тему Иова, где друзья не могли понять же, что Иов, он говорит, я праведный, как же ты праведный, ты посмотри на себя, ты весь в трупьях, какой же ты праведный. Ну, сам принцип, то, что Бог предложил, встань и пойди, это подразумевало, может быть, немножко материальную потерю определенную. Просто человеку, который вел оседлый образ жизни, кстати, пойти к кочевникам, перейти со стадами, потому что имущество это не было просто, ну, как бы, золото, которое можно... Вообще, в то время, где не было такой мобильности, как у нас, люди путешествуют, летают, в то время поменять родину, поменять страну, перейти, поселиться среди других, то есть это тоже был определенный, ну, шаг веры. То есть, если ты очень богатый к этому прилеплен, то вряд ли бы он согласился, а он понимал, что вот в этом походе он мог потерять, и он все равно пошел. Хорошо, у нас еще есть одна иллюстрация, которую мы видим, это Моисей, тоже тема завета, народ находится в рабстве, и здесь мы видим, вот исход, шестая глава, друзья, седьмой стих. Виктор, можешь прочитать, да? Да, исход. Шесть, семь, шесть, семь. Сейчас. Шестая глава, седьмой стих, и мы сейчас... И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведавший вас из-под... Изведший. Изведший вас из-под иго египетского. То есть мы видим, что эта у нас история происходит когда? Когда Моисей приходит к своему народу из пустыни, он возвращается, из земли Мадьянской, да? Он возвращается, и мы видим, что он напоминает об Аврааме. О завете. Мы просто еще не читали 17 главу, а там же, помнишь, есть это пророчество, где Бог говорит, сыны пойдут в рабство египетское на 400 лет, а потом они вернутся. И вот это он подвязывает обетование, говорит, что этот же Бог, этот же Бог, который дал это обещание, он будет выполнять это обещание, потому что он Аврааму пообещал, что они вернутся. Но они еще в Египте. Да, здесь еще они в Египте, но я говорю о том, что здесь он напоминает им. Приму вас в себе, то есть суть завета, опять же, в сторону, я приму вас как в свой народ. Но им трудно вообще было после 400 лет поверить, что они могут выйти. Они забыли об этом фактически, и Моисей им напоминает. Но есть завет, есть обетование со стороны Бога. Я бы еще здесь что добавил, друзья, да, что, посмотрите, они находились в стране, где, ну, они были никем. Ну, представь, они были людьми второго или даже третьего сорта, рыбы. В то время как египтяне, помните, даже при еще Иосифе не хотели даже вместе есть за одним столом. Ну, они, в принципе, пришли туда, вроде бы пока еще как гости, но они уже не были на уровне. И вот этим людям, которые, по сути, никто, то есть люди вот такого третьего сословия какого-то, да, вот, Бог говорит, я вступаю с вами в завет. То есть это, наверное, для нас очень важный момент, что Бога, для Него не важно, какого ты статуса. Для Него важно, во-первых, выполнить свое обещание, Он держит свое слово. А во-вторых, для Него важно, что если ты веришь в Него, для Него это больше ценность, чем то, что тебя ценят там другие люди, говорят о твоем статусе. Ну, как бы, как в Новом Завете уже Павел говорит, уже нет ни раба, ни свободного, то есть перед Богом все национальности равны, статусы равны, то есть для Бога не имеет значения. Да, здесь мы еще видим, что Он в преддверии завета, который произойдет на Синае, Он дает доказательство, что Он выполнит свои условия, я выведу вас из египетского рабства, как обещал Эта Арт. Но условия как бы еще не давал в виде закона. Да, да, но Он говорит, что я выполняю условия, которые дал Аврааму, то есть я, наш завет основан на том, что было при Моисеи. Ну, и мы видим, что Бог совершает чудо, да, выводит народ из Египта, и что для нас очень интересно отметить, смотри, какая интересная евангельская мысль, и, друзья, автор урока тоже нам на это делает акцент, что сначала, вот смотри, Он дает обещание, что я вступлю в завет с вами, Он освобождает, происходит спасение, и потом идет заключение завета. То есть вот такая евангельская мысль, что Господь дает нам сейчас призыв, говорит, я хочу, я обещаю, что я тебя спасу. То есть аванс некий, некий такой аванс. Бог посылает в этот мир Сына Иисуса Христа, Он совершает это спасение, а теперь каждый свободный может для себя решить, вступить в этот завет, потому что Бог предлагает, я вот доказал, вступайте теперь в этот завет со мной. Это хорошая мысль такая. Бог уже выполняет условия за это, еще до того, как мы соглашаемся на этот завет. Интересно, что перед тем, как они уже стояли у горы Синай, они даже должны были приготовиться. Помнишь, особые 4 дня они должны были воздерживаться, они должны были помыться. То есть для них это, они должны были осознать, что это мега важное событие, они вступают в завет, в завет Господа. И вот здесь в книге Исход, 19 главе, я выделил, посмотрите, как интересно он говорит. Вы видели, я сделал египтянам, как я носил вас, и как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего, друзья, слышите, опять начинается условие завета, да? Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом и всех народов, ибо моя вся земля, и вы будете у меня царственным священником, народом святым. Опять же, в принципе, работает... Он им статус еще дает. Да, то есть он им дает обещание, что они станут, мало того, просто его народом, он говорит, что будет народом священником, он скажет народом особенным, да, народом святым, но условие, какое условие стоит? Если будете соблюдать, как бы, то, что он предлагает. И у людей возникает вопрос, а что мы должны соблюдать, то есть какие условия? Они как говорят, все, что скажешь, сделаем, а что тогда Бог говорит, сейчас я вам покажу условие. Ну и да, он по пунктам уже расписал закон. Помните, друзья, обещание, условия и выполнение. Они уже наперед сказали, выполним. Вот, а потом выполнение, и это уже исход 20 глава, мы уже не будем читать, да, то есть он дает 10 заповедей, вот оно условие завета, в которые мы входим. Можем ли мы сказать, что это только для евреев, вот этот принцип работал, вот, вот это условие завета, вот они вступили, и это только для евреев, для нас это как бы, христиан уже не работает. Когда мне говорят, что закон для евреев только, то я понимаю, что и вот эти вот благословения, которые Бог обещает, тогда мы не имеем права на них и смотреть. То есть это тоже тогда и для евреев. Я думаю, что это для человека, потому что уже и апостол Павел говорит, нет уже ни иудея, ни раба, ни свободного, то есть не имеет значения. И он говорит, что завет Авраама, и мы являемся сонаследниками этого завета. А если мы сонаследники завета Авраама, они же тоже основаны на завете Авраама, это обетование, потому что начинается первая заповедь, я Господь, который вывел уже тебя из рабства египетского, выполнил условия Авраама, и сейчас я подтверждаю, что я выполнил, и мы входим также в это обетование Авраама, в благословение. Ну и тем более, когда мы читаем эти условия, они настолько приемлемы сегодня для обычного человека, любого человека. Мы не видим здесь какой-то национальной, такого момента в законе, который только бы для евреев. То есть все, что там описано, оно приемлемо, нравственно для любой национальности. Итак, друзья, мы уже подходим к завершению. У нас последняя как бы иллюстрация вот тех трех принципов, которые мы увидели. Обещание склятвое, условия завета и выполнение завета. И мы подходим к вам, с вами к новому завету, но вы, наверное, будете удивлены, кто недавно читает Библию, что мы начнем читать о новом завете, не в новом завете, а начнем читать еще из книги пророка Иеремии. Причем, что книги, пока Виктор ищет текст, давайте скажем предысторию. Книга, тема нового завета начнет подниматься во время пленения, когда израильтяне попадают за нарушение, кстати, закона, за нарушение завета, они попадают в плен, и вот Господь им дает обещание, что я, да, вот вы, ну, представьте, разрушился храм, разрушился город, то есть такого, ну, это самая крайняя форма, там, когда мы перечисляемся, проклятие, которое Бог обещает за нарушение завета, они доходят до самой крайней формы, это разрушение, это голод, это уничтожение, и пленение. С чего они начали, тем и закончили. Опять уходят в другую страну. И вот мы видим, что на этом фоне звучит весь о новом завете, что я даю шанс с вами перезаключить завет уже. Виктор, давайте прочитаем, это исход 31. Иеремия. Иеремия, да, 31, 31, 33. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их с земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. Вот здесь интересно. Чем отличается здесь вот это интересное условие, которое здесь? Он говорит, новый завет, в чем особенность его нового? Ну, первое, наверное, что там бросается в глаза, что тогда был как бы закон на каменных скрижалях, а это, говорит, вложу уже в сердце. А в чем разница? Вот почему он здесь так говорит? Вот там было на каменных, а здесь, говорит, в сердце. Ну, наверное, там у них, как Бог и написал на камне, так оно на камне осталось. То есть оно не прилепилось? Не вошло вовнутрь. Как они сказали, что мы будем в завет, все, что повелишь, мы сделаем, но это не стало частью ихней жизни. То есть это и не стало заветом. То есть это, наверное, такой урок для нас, что Бог против, когда я формально выполняю завет, это не завет. Если я соглашаюсь, но не поступаю, живу как бы другой жизнью, но хожу по субботам, грубо говоря, в церковь, а сам нарушаю закон Божий. То есть это где-то там на камне остается? Да, это остается где-то просто грубо на камне. А что вот это выражение на сердце напишешь? Что это означает? Ну, то есть человек воспринял этот завет по-настоящему, то есть у него отношение с Богом. То есть Бог остался где-то далеко у тех, кого на камне, они так где-то на расстоянии общаются. А здесь уже человек воспринимает Бога, и уже слышит влияние Святого Духа, он общается с Ним. То есть уже Бог реально живет в человеке. Как говорит, вы храм Духа Святого. То есть мы можем сказать о том, что по сути он обещает, что Божий задум о завете, который был еще в Эдемском саду, когда люди искренне любили Бога, искренне ему поклонялись, должно воплотиться, вот наступит то время, когда я, это будет не из-за страха, не из-за того, чтобы получить благословение или получить проклятие. Там дальше будет такой стих, и уже не будут учить друг друга. То есть понимаешь такой момент, когда вот ты ребенку говоришь, ну не делай это, не делай, не делай. И уже наступает такой момент, когда ребенок это уже сам не делает. Поэтому наступает такой момент, когда человек уже сам хочет выполнять то, что ему Бог предлагает. То есть уже когда у человека будет желание изнутри выполнять эти условия. И, друзья, давайте мы уже подведем такой итог у нас. Интересно, что этот Новый Завет будет также основан на крови, как и первый, потому что приносилась жертва животного. Но теперь это будет кровь, основанная на жертве самого Божьего Сына, самого Бога, самого Божьего Сына. То есть кровь Христа, она откроет возможность для влияния Святого Духа, принять человека, опять же, от Святого Духа мы примем по обетованию. Бог будет обещать нам, связать нас в этом Завете через Святого Духа, если мы будем... Но оно как прообраз, там оно исполнилось, когда Иисус умирает, потом в день Пятидесятницы появляется Святой Дух. То есть здесь то же самое, принимая Христа, мы принимаем как бы Святого Духа. Принимаем крещение, принимаем Святого Духа для того, чтобы Дух Святой уже записал на нашем сердце, записал Божий Завет. Друзья, ну и давайте мы уже подведем итог. То есть что мы узнали? Мы узнали, что такое Завет, мы узнали, какие есть принципы Завета. Это обещание с Клятвой, это условие Завета, и это у нас исполнение Завета. И мы с вами рассмотрели как пример. Завет с Авраамом, завет с Ноем, с Авраамом, с Моисеем, и обещание о Новом Завете, который будет основан уже на жертве крови. Давайте еще подведем такой момент. Где у нас вера должна проявиться? В какой момент? Да, вот в этих принципах мы видим, что у нас вера проявляется. То есть замечаешь, что начинается все сначала все равно с веры. Бог дает обещание, и я должен поверить. Потом Бог меня озвучивает условия, и я должен их принять, эти условия. И послушание, дела у нас идут уже следующим фактором, как бы после этого идут. Ну и как бы там и благословение получается. То есть мы видим о том, что это не спасение делами, а идут сначала вера, мы принимаем веру и Божие обещания, верим в Него, Он дает мне силу через то, что Он мне обещает, и человек потом выполняет, дает силу поступать. Авраам спасся, потому что поверил, а потом он пошел. Моисею Бог говорит, иди через море. Моисей с верой пошел, и потом оно расступилось. То есть вера идет в начале, потом уже в выполнении. Друзья, мы хотели вам сегодня показать, насколько великая сила Божьего Завета. Вы замечаете, что Бог здесь нам сказал, я не нарушил, они нарушили, я оставался в союзе с ними, говорит Господь. То есть насколько важен Бог верен, важно, чтобы мы держались за это обещание, что Он верен, и также были верны Ему. Спасибо вам большое, что вы были с нами. Мы бы хотели сейчас помолиться. Добрый наш Господь и Бог, мы очень благодарны, что смогли провести этот урок, пообщаться, поразмышлять с нашими братьями и сестрами. И мы просим Господь, чтобы Ты укрепил нас в той ценности, которую Ты нам даруешь, завет с Тобою, что Ты нас принял, что мы приняли крещение с Тобою, Господь, что Ты нам даруешь обещания, и что Ты, Господь, исполняешь эти обещания. Благослови, чтобы и мы, подобно Аврааму, подобно Ною, Моисею, были верны Тебе, Господи, и видели благословение этого завета в нашей жизни. Спасибо тебе большое. Аминь. Друзья, если вам понравился вот такой формат, который мы проводим, пожалуйста, напишите в комментариях, нам нравится, мы бы еще хотели, или, возможно, вы бы хотели, чтобы еще кто-то третий был тут посредине. Может, какие-то мысли на эту тему. Да, пожалуйста, возможно, мы что-то упустили, пожалуйста, напишите, я думаю, нам будет интересно прочитать, и тот, кто будет смотреть. Поэтому, друзья, если все будет хорошо, до скорой встречи, Божьей благословения, и пусть Господь вас поддержит. Субтитры создавал DimaTorzok